Ребята, здравствуйте! Приветствую вас на канале Апасов. Как всегда, выходим с интересными новостями, с самыми актуальными гостями. Сегодня вместе с Геннадием Дубовым, легистом, будем разбирать все новости дня. Новостей у нас, значит, интересных поднавалилось. Первое, Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте, Василий, здравствуйте, зрители. Да, друзья мои, кто присоединяется к просмотру данного видео, давайте сделаем простую такую манипуляцию. Значит, опускайте чуть ниже, ставите лайк обязательно, потому что это поможет нам больше набрать просмотров. И, блин, ну давайте не поленитесь, сделайте это, потому что вам кажется это неважным. А на самом деле это очень важно для того, чтобы в Ютьюбе наше видео поднималось выше, и сама платформа его рекомендовала. То есть вы же смотрите, ну поделитесь уже с остальными зрителями данным видео. Может, будут интересные комментарии, поспорите с кем-то, а может, даже поругайтесь, если повезет. Вот, напишите под видео тоже комментарий какой-то приветственный. Здравствуйте, доброе утро, рады вас видеть, не рады вас видеть, чтобы вы сдохли, все что угодно. Потому что это все равно хорошо влияет на просмотр данного видео, нам не жалко. Ну и кто поделится вообще в своих социальных сетях, считайте, что вы сегодня супергерой нашего Ютьюба. Вот, будем вам за это благодарны. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь обязательно на ссылки ребят, которые есть под видео. Там две социальные сети легистов от Геннадия Дупова, Андрея Вегеринского. Там тоже много интересного контента, который сыпется в последнее время, как из рога их забили. Вот. Ну что, будем начинать, потому что у нас сегодня много интересных новостей. В частности, выборы, которые должны случиться через полгода, а потом они уже перестали случаться через полгода. У нас появились детали секретного плана президента Зеленского. Вот. Ну, как у нас появились. У американцев появились, но у нас будут это обсуждать. Поэтому это также будет сегодня в теме. Ну и еще много интересного, потому что Южная Корея едет в Украину своей делегацией. О чем едут, зачем едут, какие будут предпринимать меры. Будем с этим разбираться. Итак, с чего мы начинаем, Геннадий? Значит, сенсация сегодня произошла. Ну, такая, не длительная, но сенсация. Потому что польское издание, которое называется «Анет Вядомости», я надеюсь, я правильно прочитал, публикует следующее. «Президентские выборы в Украине состоятся через 6-9 месяцев», заявил польскому изданию «Анет» народный депутат Украины Николай Стефанчук, который является, кстати, братом спикера Стефанчука. На уточняющий вопрос, то есть это был диалог с журналистом, на уточняющий вопрос, закончится ли к этому времени война, как требует того Конституция, он ответил, утвердительно, наверное, кивнув головой. И заявил, что закончится она выходом Украины на границы. Далее приводят цитату самого нардепа, то есть Россия возвращает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации, заявил Стефанчук. На замечание, что такой сценарий сейчас кажется нереальным, он ответил «Абсолютно нет». Вот, а значит, эта новость разлетелась, естественно, своими заявлениями по украинским и не только украинским пабликам, все начали там думать «нифига себе», то есть выборы вообще никто не планировал в последнее время. И тут появляется публикация самого народного депутата. Сразу добавим. Значит, народный депутат Стефанчук, который, опять-таки, напоминаю, брат спикера, верховная радость Стефанчука, отрицает, что сказал польскому журналисту в ресторане Хмельницкого о проведении выборов в Украине через 6-9 месяцев. Цитата. «Это абсолютная откровенная ложь. Я ни разу не ужинал ни в одном ресторане с этим журналистом. Пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций, спекуляций на тему выборов быть не может», заявляет Стефанчук. Он говорит, что против него в СМИ началась лживая информационная атака. Геннадий, что это было? Да непонятно, что это было. Господин Стефанчук, младший, брат спикера Верховной Рады, я, честно говоря, вот так подумал, я его лично видел чаще, чем на разнообразных информационных площадках. Я даже, честно говоря, не припомню, видел ли я его, в принципе, дающим интервью синхрон журналистам или чего-нибудь в этом духе. Он на мероприятиях как гость часто бывает, встречали, и, соответственно, без речи, без ничего, просто как правило, когда и брат его выступает там, то есть его можно чаще увидеть там на кофебрейках, из того, что это, опять же, такой чисто мой личный опыт. А было ли, не было ли, ну, заявления противоречивые и неоднозначные. То есть если журналист польский возмутится и предоставит записи, ну, получится неудобно. В принципе, про выборы это у нас горячая тема, у нас так или иначе часто их упоминают. Но тема там 6-9 месяцев плюс, соответственно, с выходом на границу 1991 года, это, конечно, прогноз такой отчаянно оптимистический. При этом мы можем, кстати, напомнить, что у нас все парламентские фракции вроде как бы против выборов до завершения войны. Ну, как бы, я не знаю, честно говоря. Возможно, журналисты пранканули, возможно, еще какая-то ситуация была. Может, не подумал или в ресторане немножко там перестарались, так сказать, и из ответственных комментариев получились от души, так сказать. Нет информации категорически, поэтому мы пока только можем, наверное, обратить внимание, что так или иначе тема выборов и завершения войны наше общество беспокоит, и поэтому бурную реакцию мы наблюдали. Тут, знаешь, что интересно? Я вижу вот ситуацию, поделюсь своим мнением, то есть как информационщик по поводу этого. Николай Стефанчук, как правильно ты заметил, он известен почти никому. Вот практически никому. И я уверен, что большинство наших зрителей, хотя, может быть, я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, если вдруг вы увидите Николая Стефанчука в очереди, например, за говяжьим фаршем, в магазине, что вы его узнаете как народного депутата. Вот, пожалуйста, скажите мне, кто его знает в лицо. Я очень сильно сомневаюсь. Так вот, скорее всего, скорее всего, польский журналист знает не больше вашего, как выглядит Николай Стефанчук. И любой человек, который красиво выглядит и одет в пиджак, мог польскому журналисту сказать, что он Николай Стефанчук, и вот, держи, мой дорогой, сенсация, будешь ли борщ. Вот где-то так в ресторане. Жена, извини, в плане внешности, там перепутать его с другим человеком тяжело. Нет, ну тебе надо хотя бы знать, как он выглядит, понимаешь? Хотя бы один раз видеть. Ну, правда. Ну, согласен. Но если раз увидишь, то запомнишь на всю жизнь. Окей, вопросов нет. Но нужно понимать, как выглядит как бы народный депутат. А польский журналист теоретически этого мог не видеть. И в восторге от вываленной ему сенсации про выборы, а любое заявление от украинского политика, даже если это пранкер для польского журналиста, это сенсация. Вот. Он бежал, пися кипятком, опубликовать как можно быстрее, чтобы никому, не дай бог, еще в ресторане депутат такую новость не выдал раньше. Ну и, собственно, лупанул. Потому что я, честно, я сильно сомневаюсь, что польский журналист ее просто придумал или она ему приснилась. Вот, скорее всего, кто-то ему липу эту подсунул. Я еще хочу обратить внимание на пресс-службу, которую я писала потом со стороны Стефанчука, вот когда говорят «информационная атака». Ну вот, судя по тому, что брата Стефанчука, спикера, никто особо в лицо не знает, мне кажется, писать «информационная атака» против него, ну это как-то так себе. Вот все, что угодно можно написать. Мне кажется, единственная вообще, почему он попал в эти заголовки, потому что у него тоже Стефанчук фамилия, как у спикера, и будет слово «выборы» и Стефанчук в заголовке. Вот это вот единственная вообще необходимость, почему взяли именно его персоналию. как-то так. Что меня удивило, Геннадий? В самой новости, то есть если бы, если бы там звучало «выборы через 6-9 месяцев», а дальше что-то такое типа «отказ от территории, выход на переговоры» и тому подобное, эта бы новость как фейк звучала более правдоподобно. Более правдоподобно. А чтобы что? Чтобы покачать украинское общество? Чтобы качнуть общество, чтобы качнуть общество, например, дискредитировать там депутатов от «слуги народа», дискредитировать конкретно, ну ударить по родству Стефанчука и Стефанчука, видите, брат спикера, такие вообще какие-то вещи бы говорил, типа нелицеприятные. Ну нет. Тут говорится «позврат от всех территорий», то есть она доведена тоже, ну понимаем, что в кратчайшие сроки, скорее всего, то, что сказано было бы в новости, оно невыполнимо от слова практически совсем. Наверное, давайте так же надежду оставим. Депутаты от «слуги народа», они с дискредитацией справляются сами прекрасно. И, кстати, насчет выборов, у нас же также событие великое, у нас товарищ Гончаренко под Тбилиси носится, его там подснимают везде, вот тоже. А он еще там бегает? Ну, вроде как бы да. Но, по крайней мере, то, что он там был несколько дней назад, это 100%, а и вчера, мне кажется, он там был. Вот человек соскучился по выборам и пытается присунуть свой светлый лик по любому поводу, который хоть как-то там прямо или господина Украины касается. А то, кстати, можно напомнить, такая таблетка для памяти, был далекий уже 2016 год, когда в королевстве Нидерланды проводили референдум на тему того, нужно ли подписывать договор про ассоциацию. И товарищ Гончаренко там на велике носился по всему Амстердаму, не знаю, что он делал в свободное время, конечно, но пытался агитировать за то, чтобы голосовали за подписание договора про ассоциацию. В итоге его, в том числе, усилиями нагнали явку так, что референдум состоялся. 60% подданных королевств Нидерланды проголосовали против. И потом целый Рюта, который сейчас генеральный секретарь НАТО, будучи премьер-министром Нидерландов, он, соответственно, там эту ситуацию пытался как-то откатить. И на целом Совете министров Европейского Союза, если не ошибаюсь, принимали отдельное решение, что, собственно говоря, договора про ассоциацию, который был, кстати, с Марокко, например, на то время уже заключен из Чили, если я не ошибаюсь, что он не будет значить, что, соответственно, Украина получит даже позицию кандидатов, членов Европейский Союз. И все это подписали, поставили печать, но случилась война, и кандидаты нам таки дали. Вот такой ценой ужасной. Но у Гончаренко есть прекрасный опыт, соответственно, каким образом сделать наоборот. от заявленных целей. Поэтому желаем ему удачи и в этот раз. Удивительно, почему Гончаренко не был в Молдове? И интересно, будет ли он скоро в Беларуси? Ну, в Молдове, кстати, второй тур же, только через неделю, если я не ошибаюсь. А, поэтому еще не вечер, везде отметится. Может быть, господин Гончаренко думает, что его там случайно под шумок перепутают и выберут еще и в Бруси. Вот, ну, как-то так. Теряют униценного кадра. Ладно, ребят, перейдем к другой новости. Что по этому поводу вы думаете, пишите обязательно в комментариях. Как бы тут дальше обсуждать я не вижу, что. Потому что, ну, судя по всему, новость несостоятельна. Как она появилась, это уже, там, 25-й вопрос. Может, где-то у пранкеров она заявится. А тут нам другая новость прилетает из Нью-Йорк Таймс. Как бы не самая последняя газета. И, значит, в ней публикуется следующее. Что в секретной части плана победы президента Зеленского запрошенной ракеты «Томагавк», способной бить на 2400 километров, сообщает об этом издание, ссылаясь на свои источники. Значит, по их данным, это и есть суть пункта размещения в Украине пакета неядерного сдерживания. Высокопоставленный американский чиновник анонимно заявил, что это совершенно невыполнимая просьба. Американские чиновники в частном порядке выразили изданию. Некоторое раздражение планом победы президента Зеленского назвал его нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи. Аналитики считают, что этот план на самом деле рассчитан на украинцев, чтобы подготовить их к мирному урегулированию. Далее цитату приводят. Значит, Зеленский может использовать свою жесткую рекламу, включая недавнее обращение к парламенту, чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог подготовить их к возможности того, что Украине придется заключить сделку и дать украинцам удобного козла отпущения. То бишь, Запад заявляет об этом Нью-Йорк Таймс. Что касается последнего абзаца, то, в принципе, такие мысли и до Нью-Йорк Таймс мы где-то слышали. Что ты думаешь по поводу непосредственно вот этой секретной части? Так ли это, как описано в издании? И может ли оно быть таким? Да вполне, потому что мы, кстати, обсуждали с тобой это, и ты с Андреем обсуждал. В общем, кто хочет получать новости на несколько недель раньше, чем пишет целый The New York Times, то вам сюда и на канал Легист. Поэтому, ну, на самом деле там как бы очень простая. Если мы говорим про стратегическое неядерное вооружение, то там, в принципе, варианта целых два. Это томогавки и, соответственно, ракеты авиационного базирования, которые на стратегических бомберах американских, которые являются их носителями. Все, там просто третьего варианта не существует. Наземных комплексов, в том числе и томогавки, которые могут пускать, их на сегодня, по крайней мере, официально не существует. И здесь получается, какая петрушка. Или русские, кстати, обвиняли американских о том, что они могут, в частности, там, в установке для ИДЖИ, для системы ИДЖИС, в общем, устанавливать вместо противоракет какие-то модифицированные томогавки, делая их ракетами наземного базирования, соответственно, и нарушая договор о запрете ракет средней и меньшей дальности, из которого Трамп вышел, если не ошибаюсь, в году 2018 или 2019. Но, так или иначе, прошло мало времени для того, чтобы разработать вроде как вот с нуля все эти системы. И есть они или нет у американцев, мы не понимаем. Есть ли у русских ракеты меньшей средней дальности, уже мы тоже не знаем. Но, по крайней мере, все, соответственно, стороны не стесняются об этом говорить, ну и как бы отрицают любые поползновения в эту сторону. То есть, варианты два. Или американцы должны были, соответственно, передавая наземного базирования, подобного рода вооружения, на весь мир признаться, что они, в свою очередь, при действующем договоре разрабатывали соответствующее оружие, которое было запрещено еще с конца, с позднего, там, Советского Союза, так сказать, когда с Горбачевым еще подписывали соглашение. Или, если томогавки морского базирования, классические, то американцы должны были на постоянке пришвартовать у нас какое-то количество боевых кораблей, которые являются носителями томогавков, и таким образом угрожать Российской Федерации. То есть, передать нам, типа, с кораблями сразу и ракетное вооружение, ну это тоже достаточно такая наивная просьба, она аналогична, в принципе, той, как мы с тобой обсуждали, передавать стратегические бомбардировщики тоже в наше распоряжение, для того, чтобы мы... Их хоть физически возможно доставить. Тоже правда. Ну, как бы, вопрос стратегического сдерживания, это вроде бы как, вот, исходя из плана победы, из того, что Владимир Зеленский озвучил, это на время после войны. То есть, мы получаем помощь, оружие, приглашение в НАТО, экономические какие-то ресурсы, мы побеждаем Российскую Федерацию в войне, она подписывает там что-то, там, возможно, на основании мирного плана, а потом, для того, чтобы сдерживать, мы не удовлетворимся ничем меньшим, чем, соответственно, стратегические неядерные силы, которыми мы сможем сдерживать возможное будущее нападения. То есть, грубо говоря, логика такая, что если вы еще второй раз нападете, мы жарим по Москве. Ну, потому что Москва, Питер, как бы, оно будет в зоне досягаемости томогавков. При том, что там промышленные центры, например, которые находятся за Уралом, они вне зоны досягаемости любого конвенциального вооружения. То есть, там нет таких дальностей, у любой американской ракеты, хоть воздушного базирования, хоть морского, они могут доставать туда только уже стратегическими ракетами, типа там Trident с подводных лодок, но они ядерного класса, и, соответственно, Minitmen, которые у них в шахтах закопаны в пустыне, там и в других районах, соответственно, базирования ядерного оружия. То есть, там просто вариантов, ну, физически, не было других, поскольку у Европы тоже вооружение такой дальности не существует в принципе. Поэтому новость, ну, то есть, когда, если мы видим в публичной части мирного плана стратегическое неядерное вооружение, там, по сути, вот было два варианта. Один из них, соответственно, подсветил The New York Times, который сказал, что речь шла именно о томогавках. И там же и дана оценка сразу из уст американского чиновника, который сказал, что это там, ну, почти нелепая просьба, которая не могла быть выполнена в принципе. Они там насыпают еще многое другое, в частности, по поводу количества целей, которые якобы содержатся в секретной части плана под атаки тактическими ракетами от АКМС. Что, типа, они превышают чуть ли не то, что там передали Украине, а то, что в распоряжении штата в принципе находится. Отсюда они еще раз крепят, что изначально план победы, он был не то, что даже оптимистичный, он был заведомо нереалистичный и, по сути, перестегиваются на вот позицию, которую Петр Алексеевич и его спикеры озвучивали, что заход на подобного рода требования, а там это требования, еще с ограниченными сроками, поскольку президент дал три месяца партнерам на то, чтобы выполнить все то, что напланировали, соответственно, на ставке или там в офисе. Никто не говорил, где этот план великий слагался. И в этой связи само уже Нью-Йорк Таймс впервые, наверное, устами западных журналистов там со ссылками на чиновников говорят о том, что не исключена, скажем так, версия, что это способ сделать запад козлом отпущения, обвинив его в том, что бросили, не дали, не приняли, и поэтому проигрываем, и давайте типа садиться за стол переговоров, потому что там жизни людей ценны и так далее. Версия, в принципе, она имеет, как мне кажется, право на существование, но я тебе честно скажу, что я не вижу предпосылок, как наш президент, который третий год стоит упорно на одной позиции, вдруг в один миг развернет как бы оглобли в обратную сторону и скажет, что да, ладно, давайте переговоры так переговоры, отменит указ, поедет в Стамбул или там отправит Давида Георгиевича, возможно, вернет Арестовича, как тоже члена переговоров и в Минске, и в Стамбуле, и, соответственно, в Беловежской пуща, и мы снова вернемся к вопросу про нейтралитет, там ограничения вооружений, территориальных споров и так далее. Ну, поскольку будет просто один такой сакраментальный вопрос, а какого хрена они подписали в Стамбуле в апреле, соответственно, 2022 года, когда еще многие были живы, когда не было поставлено никаких вопросов, в принципе, по поводу передачи Запорожья с Херсоном, более того, не было даже вопроса по поводу Донецка и Луганска. Это признавалось территорией Украины, и если в первой редакции стамбульских соглашений требовали признать независимость этих псевдогосударств, по нашему мнению, то в последней там речь шла уже совершенно о другом. Там, по сути, это оставалось суверенной территорией Украины, под чем готова была Россия подписываться. Сегодня ситуация крепко изменилась, и на вопрос, почему не подписали тогда, мы не сможем, наверное, ответить, ну, мы рассчитывали на лучшее, поскольку, ну, слишком дорого за все это заплатили. Поэтому обиды обидами, но выборов американских мы подождем. Как говорит господин Литвиненко, до мобилизации еще планируется в размере 150 тысяч человек, что, в принципе, говорит о том, что военные действия сворачивать никто не собирается. Да, стоит заметить, что в этой же статье New York Times говорится, опять-таки, со ссылкой на какие-то американские источники, что они считают, что ситуация в Украине будет очень сильно зависеть от того, как придут американские выборы, то есть, ну, там, без детализации. Но хочу обратить еще на один абзац. Внимание как раз из-за этой же статьи. Значит, что пишется? Зеленский же пытается найти баланс между политическим давлением внутри страны и меняющейся обстановкой за рубежом, поскольку опросы показывают, что большинство украинцев по-прежнему не поддерживают отказ от территорий, но Запад дает недостаточно оружия для их освобождения. Вопрос. Какое такое политическое давление на сегодня есть в Украине? Ну, есть потенциал давления, но потому что, смотри, когда президент говорит, вот он за Indian Times, по-моему, давал интервью на днях, или вчера, или позавчера, там было сказано что? Что мы не пойдем на заморозку, повторено, вернее, там, какой-то нацетый раз, мы не пойдем на заморозку войны. Почему? Потому что это риск, чтобы война началась в третий раз. То есть первый раз. Да, это не впервые проговорено. 14-й год, потом 22-й год, и мы не хотим останавливать войну, чтобы война снова не началась. Ну, логика, откровенно скажем, она удивительна, потому что, то есть, мы не хотим останавливать войну, потому что будет риск возникновения войны, при том, что война на сегодняшний день продолжается. Ну, тут объективности ради говорится о некой остановке заморозки, а не о завершении, то есть... Так, окей, смотри, вопрос в том, что мы смотрим как бы на карту, да, побеждаем мы там на сегодня или нет. Мы больше территорий приобретаем, нежели теряем, или нет. Ответ все знают, по любому году причем. Хоть 22-й год, хоть 23-й, хоть 24-й. Статистика хреновая. Люди умирают, города разрушаются, и мы не хотим идти на какие-то переговоры по поводу заморозки даже на сегодняшний день. Почему? Потому что война может начаться. Так она уже идет. То есть рисковать тем, что уже сегодня существует, невозможно, поскольку риск – это некое изменение ситуации, которое хуже будет, нежели у тебя есть сейчас. Поэтому я эти слова интерпретирую так. Мы находимся как в велосипеде. То есть если ты крутишь педали, ты едешь. Если ты остановился, ты можешь как бы на бок завалиться. И действительно существуют, прежде всего, озвучиваемые тем же уже упомянутым третий раз на сегодня Петром Алексеевичем, риски, которые будут состоять в том, что обвинят действующее руководство в предательстве, в том, что в капитуляции и прочих вещах, и необходимо будет и выборы провести, и, возможно, какие-то внутренние волнения. Враг может этим воспользоваться и, соответственно, Украину победить руками украинцев изнутри же. Но это не проговаривают прямо, скрывая за формулировками на тему того, что мы не хотим остановить войну, чтобы война не началась. Ну, то есть вот здесь позиция действительно слабая, она нелогичная, с моей точки зрения, и необходимо или говорить прямо о том, что существуют у кого-то, у каких-то сил, планы прошатать нашу власть изнутри. И спецслужбы должны предпринимать соответствующие меры, относительно в том числе тех, кто ждет, когда оступится действующая власть. Ну, в общем, смысл заключается в том, что, ну, постоянно прятаться за тем, что Запад виноват, Запад нам недопомогает, но, может быть, завтра что-то изменится, ну, наверное, не получится. Потому что американцы сами, вот, понимаешь, мы недавно тоже, наверное, на выходных выйдет еще одно большое видео со специалистом по американским поставкам. Там же какие фокусы? Вот Пентагон на своем сайте буквально вот пару недель назад повесил итоговый, они иногда, фоксчит называются, то есть те объемы помощи с определенной точностью, которые на сегодня уже предоставлены, они просто добавляют туда, вот, когда новые пакеты появляются, и заново выкидывают все полностью. Там указано, что Пентагон поставил по оружию только на 60 миллиардов долларов, начиная с 22-го года. Но если разбираться в тех цифрах, там и на самом деле получается не более чем 25 физических поставок. Почему? Потому что там есть много трат на всевозможные замещения, например, тем же полякам. Там есть такие прекрасные программы, как есть там PDA, Presidential Drone Down Authority, то, что президент может достать из складов и поставить в Украину, сразу грузить в самолет и лететь в Жешу, типа, а потом через пару дней на фронте. А есть такая штука, как USAAI, по-моему она называется, как обязательство заключить контракты и поставить в будущем. И вот по этой второй программе, где тоже десятки миллиардов долларов учитываются, там контракт необходимо подписать в ряде случаев до 2027 года. То есть не получить поставку, а подписать контракт только до 2027 года, и под это миллиарды долларов выделены. Что-то подписали, уже многое еще висит в воздухе и не подписывается, даже на основании того финансирования, которое было еще в 22-м году. Поэтому есть действительно обоснованное сомнение в том, что помощь будет усилена при любом исходе выборов. Есть сомнение, что без помощи мы сможем серьезным образом противостоять Российской Федерации. И отсюда вот уважаемые журналисты из The New York Times, они начинают нам накидывать зраду. Ну, в принципе, про эту ситуацию мы говорим давно, в том числе внутри, и по большому счету новостей тут особых нет. Хорошо. Еще из этой статьи, опять-таки, уже прочитанным, я хочу обратить внимание на два момента. Первый – это томогавки, про которые ты уже сказал. Томогавки. А второе – это сместить акцент в сторону Запада ответственности. Я допускаю, что в Украине какой-нибудь там координационный штаб, кто бы это ни был там, и кто бы в него сейчас ни входил, могут запросить какую-то на первый взгляд, может быть, и на второй взгляд практически невыполнимую просьбу. Ну, вот и помощь. Вполне допускаю. Там миллион, два миллиона ракет. Ну, вот может такое быть. Чего я не допускаю? Что могли запросить ракеты, которые, как ты правильно сказал, ниоткуда даже запускать теоретически. Ну, вот нет кораблей, да, а они морского базирования. Ну, я не могу допустить этого. Ну, там точно сидят какие-то военные, которые сто процентов знают о том, что эти ракеты не запускаются оттуда. Ну, это как привези там какую-то, не знаю, там ракету, а у тебя космодрома нету к ней. И чё? Нет, прикол в том, что, смотри, сегодня, да, для решения военных вопросов вот здесь и сейчас, и для победы над Российской Федерацией, это действительно так, как ты говоришь. Турция не пропустит через Босфор и Дарданеллы по конвенции Монтрео, соответственно... Да прям где авианосец подарят, блядь. Ага. Вот. Но прикол же в чём, что этот пункт плана победы, он на после войны. То есть, когда уже вот война закончилась, мы победили. И для того, чтобы Николы Знову, для того, чтобы Российская Федерация опять на нас не напала, там уже, соответственно, война закончилась, проливы открылись, американцы, соответственно, передали нам торжественно соответствующие корабли. Мы их швартанули, например, в Севастополе. Наверное, смысл в том, что мы же заканчиваем в 91-м году, правильно? Значит, Севастополь уже будет в доступе или в Одессе, или ещё где-нибудь. И угрожаем Российской Федерации, что если вы ещё раз сволочи полезете, мы по вам томогавкам, прям в Кремль херанём. Вот идея мирного плана примерно такова. Хорошо. Давайте дальше развивать. Чисто теоретически, если вот эта секретная часть плана, где я... И там, допустим, существует просьба томогавков, и нам сейчас Нью-Йорк Таймс раскрывает правдивые сведения, то каким образом обязательство Соединённых Штатов на когда-нибудь потом поставить нам хоть 16 кораблей с миллиардом томогавков может помочь сегодня? Ну, а для этого там другие пункты мирного плана или плана победы. Какие? Секретные, потому что мы просим, соответственно, дополнительную военную помощь. Там эти пункты разные. То есть военная помощь для ведения боевых действий это, по-моему, второй пункт, а то четвёртый. То есть они разведены, соответственно, в разные параграфы, в разные позиции, и там список желаний, wish list, так сказать, он разный. То есть томогавки это типа на потом. На сейчас, наверное, это КМС с целями, там, соответствующими моментами, плюс какие-то другие элементы амуниции, боеприпасов и прочего. Ну, то есть логика там такова была. То есть томогавки томогавками, но это потом на сдерживание, там как раз стратегическое сдерживание. То есть томогавками мы стрелять, пока на нас ещё раз не напали, не собирались. Мы собирались стрелять чем-то другим, чего мы тоже попросили, но об этом, кстати, вот только упомянуто, что список целей, он какой-то запредельно большой, и типа ракет, все ракеты, если в Украину привезти, и то не хватит, называется. Ну, вот так вот нам сообщило The New York Times. Мы, наверное, не можем полной мере доверять этому, но и, в принципе, основания считать, что там могло быть что-то другое, что-то по-настоящему реалистичное у нас нет. Хорошо. А почему тогда источники газеты, знакомые с этим планом и с секретной его частью, выдают нам попунктно? Так, понимаешь, дело в том, что, по большому счёту, в секретной части там, наверное, интересны только координаты. Ну, то есть виды вооружений, они как бы общеизвестны. Там, ну, вряд ли звезду смерти американцы спрятали, так что весь мир про неё не в курсе, и, соответственно, они не сделали презентацию, сняли пару крутых видосов. Ну, потому что стилистика другая, они когда гиперзвук испытывают, об этом постоянно, соответственно, во всех СМИ информация есть, даже если, кстати, эти пуски неуспешны. Плюс это всё отслеживается с разведками, соответственно, других стран, которые в том числе являются недружественными. Поэтому там сенсации быть не могло вот в середине этих пунктов, потому что, ну, плюс-минус понятна логика, плюс-минус понятны, какие виды вооружений в принципе существуют, и что мы можем эксплуатировать и просить, соответственно, у американской стороны. Поэтому главная интрига заключалась только в том, типа, вот, на что мы рассчитывали, когда исходили из того, что на это могут согласиться. Вот начиная с первого пункта, где НАТО, заканчивая вторым пунктом, где, соответственно, военная помощь, потому что, ну, вот мы же все в курсе, что мы воюем, все в курсе, что на нас напали, все в курсе, что происходит на фронте, плюс-минус. Сидели они, ждали, типа, что приедет Владимир Зеленский, привезет им какой-то документ, и они оттуда подчеркнут какую-то дополнительную информацию, которая позволит им изменить решение. Ну, думаю, нет, там люди не сильно глупые. Третий пункт, там тоже экономическая помощь дополнительная. Ну, все плюс-минус понимают, как бы, что экономическая помощь, в экономической помощи Украина нуждается. Сейчас танцы с бубном происходят на тему вот этих 50 миллиардов долларов, которые еще на группе 7 летом пообещали нам. Кстати, вот Андрей Вегеринский, молодец, нашел документ министра финансов группы 7. В присутствии министра финансов Украины они написали письмо, где подтвердили, что вроде бы как на двухсторонней основе будут, то есть, каждая страна отдельно, там, в какой-то пропорции, будут эти 50 миллиардов потихоньку выделять под, соответственно, проценты от иммобилизированных российских активов. Только зарада заключается в том, что срок финансирования там определен до 27-го года. То есть, то, что у нас Денис Анатольевич Шмыгаль говорил, дайте нам 50 ярдов уже завтра и без условий превратилось в то, что дадим до 27-го года на основании двухсторонних соглашений, которые еще необходимо заключить, где некие условия и ограничения, скорее всего, будут присутствовать. Поэтому, про то, что мы нуждаемся и в финансах, западные партнеры в курсе все. Они просто уже очень долго выясняют, типа, кто за это заплатит, кто, когда, на каких условиях и под какие гарантии. Поэтому, если в плане победы они увидели бы эту информацию еще раз о том, что Украина нуждается в деньгах, тоже бы их не вставило сильно. И дальше, четвертый пункт, это, соответственно, сдерживание стратегические вооружения неядерного типа для того, чтобы потом угрожать РФ, чтобы она не напала. То есть, они все, ну, как и говорили на самом деле американские чиновники в прессе, они все, ну, достаточно выглядят удивительно с точки зрения потенциала для их реализации. Почему они были сформулированы именно так? Чтобы отказали или мы действительно надеялись? Кто-то там, ну, как бы дышит воздухом лютого оптимизма у нас в властных кабинетах. Я этого всего не знаю. Но, но это как бы интересно и удивительно. Возможно, это действительно способ через три месяца выйти там в новогоднем обращении и сказать о том, что вот у нас ресурса реально вот настолько, поэтому давайте, уважаемые украинцы, думать, продолжать нам или идти на какие-то компромиссы, начинать переговоры и Запад какашка нас предал и в принципе попрал всю демократию и все самое святое, в чем нас убеждали соответственно на протяжении десятилетий и о чем написано миллион книжек. И тут вот этот вопрос, он, думаю, что возникнет, вероятно, по американской инициативе, если, например, Трамп победит. Или если Камела победит, то придется этот вопрос, наверное, поднимать нам, поскольку у нас тоже не очень много оптимизма на тему этой женщины, которая может стать 47-м президентом США, поскольку в ее программе написано, что она хочет не допустить столкновения прямого НАТО и Российской Федерации. Поэтому не допустить столкновения и принять Украину в НАТО это невозможно. Не допустить столкновения, пришвартовав свои корабли с томогавками в портах Украины это тоже как бы противоречие. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому мы находимся в смысловом тупике и разрешение вот в лоб, исходя из наличной информации, мы не усматриваем. То есть по большому счету пришвартовать эти корабли с томогавками невозможно по причине того, что ни один, ни другой кандидат Соединенные Штаты скорее всего одобрямс на это не выдаст. Ну если они даже АТК МС не позволяют бить по территории признанной РФ, то какие основания считают, что они пришвартуют, то есть что томогавки в принципе будут и что они могут угрожать соответственно столице Российской Федерации в частности. И тогда завершающий вопрос на эту тему, который требует максимально короткий ответ. Скажи, пожалуйста, допускаешь ли ты, что требования или просьба, или просьба и требования в этом плане были сформулированы таким образом, чтобы получить отказ? Ну они сформулированы таким образом, что не получить отказ невозможно. Насколько это было осознанно, я не знаю. Это ответ. Тем временем в Верховной Раде Украины у нас просто интересное событие произошло, о котором я сейчас вот расскажу. Верховная Рада Украины отправила в отставку генерального прокурора Костина. Он подал заявление из-за скандала с оформлением инвалидности прокурором, о чем подробно писала пресса ранее. Я не знаю, насколько нужно объяснить ситуацию. Много прокуроров почему-то были с инвалидностью. Такая инклюзивная профессия. твое мнение. Вот просто он подал в отставку и сейчас его наградят наверное какой-то другой должностью. Может посольство. Данилов еще в Кишинев никак не доедет. Может Костина отправят. Есть дофига классных стран Карибского бассейна. Там прям вот можно послом быть одновременно на Багамах, в Доминикане и много где еще. Возможно, я не знаю, как там у них это устроено. Если еще ты получаешь по зарплате за каждую страну, где ты представляешь интересы Украины, то вообще красота. то есть не мечта, не жизнь, а мечта. Ну, плюс, наверное, генеральный прокурор и человек, который в адвокатуре работал до этого, не бедный сам по себе, может и на свои там погулять какое-то время. Ну, в принципе, почему нет? У нас такая практика существует. У нас вот в Швейцарии бывший генеральный прокурор работает. Я не знаю вкусы господина Костина. Он больше потеплее, похолоднее любит. Но, в принципе, думаю, что у него будет все в порядке. Я, в принципе, для себя знаю ответ на этот вопрос. Мне хочется, может быть, чтобы, давай, ты проговоришь для наших зрителей. Почему так получается, что вот работает чиновник, например, генеральный прокурор. Работает он, работает, и ему приходится уходить в отставку по причине. Чего-то недоглядел, хреново сделал, неправильно сделал, вообще раздражал всех, нарушил закон, не дай бог. А его, значит, говорят, уходи в отставку. Он пишет по собственному желанию ему тебе, вот тебе, короче, хорошая должность по шуму, там, в такую-то страну. Какого хрена? Если он такой хороший чиновник, и его прям можно отправлять, чтобы он представлял страну, так пусть работает человек генеральным прокурором. Молодец такой. Так вообще, слушай, вопрос заключается в чем? У нас даже... Что за наказание послами, блин? Накажите меня послом, не знаю, в Харибский бассейн, блядь. Его еще не назначили, может еще, его просто выгнали как бы в никуда. Но прикол уже в чем? У нас даже модель наша конституционная, она говорит о чем? О том, что срок полномочий прокурором, он не совпадает со сроком, например, парламента. То есть у прокурора, если не ошибаюсь, пять лет срок полномочий. Но во всей истории нашей благодатной страны никто пять лет не высиживал соответственно на своем месте. Что как бы неправильно в принципе изначально. То есть как у нас должно быть по науке, так сказать. У нас генеральная прокуратура, или там сегодня офис генерального прокурора является органом, который в частности там поддерживает гособвинения в суде, над следствием надзирает. В том числе эксклюзивным полномочием прокурора является оглашение подозрений народным депутатам и внесение в ЕРДР по ним сведений. То есть без него там вон набушники тоже высказываются на эту тему. Со скепсисом типа много материалов не подтверждается офисом генерального прокурора и они идут потом в мусорное ведро. Ну соответственно нужно ковать железо пока горячо, они не могут даже внестись, потому что каждый раз нужно, если депутат является фигурантом какого-то досудебного расследования, каждый раз нужно тулить на Резницкую в ОГП и соответственно подписывать, чтобы они подписывали все необходимые документы, в том числе подозрения, в том числе даже внесение в реестр соответствующих сведений. Поэтому генеральный прокурор у нас всю дорогу на самом деле вместо того, чтобы быть независимым человеком, который подчиняется закону, он у нас был фигурой политической. И никогда не было такого, чтобы при имея возможность соответственно поменять генерального прокурора назначенного попередником, соответственно его уволить, назначить своего. У нас был и товарищ Луценко, которого туда вообще в принципе поставили, при том, что он образования юридического не имел, что само по себе как бы было интересно. То есть, ну, это квинтэссенция Луценко, это был квинтэссенцией всего, что плохого, скажем так, вот в этом смысле, поскольку прокурор генеральный, он по сути являлся всегда как бы продолжением команды, которая находится при власти, не больше и не меньше. При том, что по-нормальному, мы еще раз повторимся, он должен служить закону и в принципе, например, в практике штатов, там все правоохранительные, соответственно, начальники, они не тулят в отставку даже после выборов. Вот мы увидим сейчас, в любом случае поменяется в США президент, там типа директор ФБР, ЦРУ и прочих спецслужб, коих у них там 20 штук, они не будут писать заявление об отставку, может быть, кто-нибудь позже выразит несогласие с будущей командой и уволится, но основная масса останется на своих местах и будет досиживать соответственно свой срок. Такая же самая ситуация будет с Пентагоном, поскольку военные там тоже служат определенный срок и им в принципе от винта кто там в овальном кабинете как бы присел на следующие 4 года. У нас традиции такой нет. Еще раз, у нас, по-моему, ни один генеральный прокурор полностью свой срок полномочий не отсиживал, но это связано сугубо с политическими причинами. Вот такая новая, к сожалению, традиция. У нас была бы возможность судей всех увольнять и новых назначать. Это бы делали. Ну, кстати, например, судебная реформа, которая прошла у нас тоже в 16-17 годах, если не ошибаюсь, злые языки говорят, что основной смысл ее был это перезагрузить новыми людьми соответственно касационные инстанции в специализированных судах, ну и соответственно учредить перезагрузили? Да. Да. Новыми? Ну, частично, да, там типа процентов, наверное, больше половины людей, которые, ну, как минимум не работали в высших судах касационной инстанции, пришли новые. Просто практики старые, как бы, в основном, но люди новые. Ну, такая цимис же заключается как раз в этом. У нас в автоматическом режиме работает очень мало, что, наверное, только светофоры на улице, и то не всегда. А в судах и в прокуратурах, ну, есть определенные нюансы, скажем так. Хорошо. Геннадий, как человек недалекий юриспруденции, а я бы сказал даже очень в теме, оцени по десятибольной системе генпрокурора Костина. Ты понимаешь, как бы, вот безликий человек в этом смысле. Он какие-то принципиальные позиции не высказывал. Прокурор, на самом деле, понимаешь, тут же в чем момент есть. Он не столько должен быть ориентирован на то, чтобы сажать просто преступников, людей, которые с улицы. Он в функционале у него главной задачей является, в частности, сдерживание государства. То есть, у нас, вот как вот по уму должно все работать, да, у нас государство является сильнее, безусловно, каждого отдельного физического лица. И если государство начинает злоупотреблять какими-то вещами, выносить незаконные решения разнообразные, ограничивать права и свободы в порядке, который не предусмотрен законом, то в том числе и прокурор должен на это реагировать. Но у нас и суды должны на это реагировать. Но у нас что прокуроры, что суды, они государство чрезвычайно любят. Они считают, что они госмужи, и не вот людей нужно защищать, а не людей от государства, а государство от людей. Это на уровне прошивки сформированный тезис, который перебить практически невозможно. Ну вот, к примеру, бывали реакции принципиальные прокурора генерального на то, что иногда творят товарищи из ТЦК без полиции? Бывали? Хотя бы заявление какое-то. Я такого не припомню. Были ли, в принципе, у него претензии, например, что пограничники у нас начали в какой-то момент уже на протяжении более чем года устанавливать прямо на границе фиктивный брак или нет. То есть, вот пришел мужик с женщиной, которая вчера расписались в ЗАГСе, у женщины инвалидность, например. У мужика в этой связи возникает право на выезд за границу. Но его хрен выпускают, потому что говорят, и это писали в новостях прямо на сайте госпогранслужбы, что мы, говорит, не увидели искорки в глазах, считаем брак фиктивным, и, собственно говоря, типа развернули на допросы, кто-то там что-то в чем-то признавался, там про какие-то деньги иногда сообщали. Но это с точки зрения процедуры, с точки зрения закона это лютый бред. То есть, так быть не может. У нас там фиктивность браков, к примеру, устанавливает сугубо суд, а не пограниц, соответственно, который должен посмотреть, насколько как бы теплота в глазах по отношению к сужиной. То есть, если есть, ну, мы понимаем прекрасно, да, что многие люди злоупотребляют и, соответственно, брачуются с женщинами с инвалидностью как раз для того, чтобы покинуть территорию страны, но законом это не запрещено. Прикол же в чем? То есть, понимаешь, есть практики, когда люди говорят, ну, типа, мы не дадим вам возможность обойти закон. Но для физиков, для обычных людей так работать не должно. То есть, если у человека есть возможность законная обойти, так сказать, цели закона, то это нормально на самом деле. То есть, это дырки. То есть, изменяйте закон тогда, усовершенствуйте его, и потом, когда вы измените его, тогда применяйте его в отношении, соответственно, граждан. У нас получается так, что гражданам вот так делать нельзя, хотя на самом деле можно, а государству обходить закон таким образом можно. У нас бывало так, что письмами той же госпогранслужбы меняли правила пересечения границы в один день. Вот вчера тебе было нельзя, вернее, вчера тебе было можно покидать территорию Украины, сегодня стало нельзя. Почему? Никто не объяснил. То есть, ни в постановление Кабмина изменений не вносили. Ну и так далее. И вот эти вот вещи, по идее, все, они должны быть, они должны отслеживаться, модерироваться, соответственно, в том числе органами прокуратуры, предприниматься определенные действия, ну хоть общего надзора сейчас нет, но там инструментарий, в принципе, есть, хотя бы даже в рамках некой публичной коммуникации. Этого всего не происходило. И поэтому я высокую оценку дать ему не могу, ну давай так троечку поставим по десятибалльной, если уже ты настаиваешь на том, что баллы нужно ставить. Потому что я просто не понимал, чем человек занимается. Ну в принципе, это ни одного его проблема, как бы. Я не могу сказать, что до него было типа хорошо, а пришел Костин, стало хреново. Оно всегда было так через пень колодок. Хорошо. Завершающий, короткий вопрос по этой теме. Назови генерального прокурора Украины, который, если Костин на троечку, ну на семерочку, был? Ну, когда-то, когда мы все были моложе, в принципе, система была другая. Ну, тот же там Медведька, например, тот же Шокин, в принципе. Ну, из олдскульных людей там, в принципе... Медведька хороший был? в целом, как бы, насколько я знаю, ну, по крайней мере, я знаю ситуацию, где человек занимал принципальную позицию. Что там всех подряд обелечивал, то я тоже такого не слышал. Ну, практики разные бывали, но, в принципе, особо притягивали. Ну, просто и время другое было, понимаешь, тут, тут как бы очень тяжело в разные периоды не сильно корректно сравнивать. Окей, согласен. А тут еще одна новая, значит, прилетела интересная. Давай ее коротко обсудим. Елена Шуляк в ближайшее время может уйти с поста председателя партии «Слуга народа». Это информация, циркулирующая в последние дни по провластным, как заявляют средства массовой информации. Телеграм-каналом подтвердил одному из СМИ источник, близкий к руководству «Слуги народа». Значит, цитату приводит этого источника. Думаю, она уйдет, правда, непонятно, это произойдет на этой неделе или позже. По его словам, пока ясности нет, кто может ее заменить. Тут интересно, я для себя, кстати, отмечал, что госпожа Шуляк в последнее время давала очень интересные комментарии. В частности, они касались, скажем так, несостоятельности государства в выполнении некоторых обязательств перед гражданами, в том числе это те, кто потерял жилье свое в результате атак Российской Федерации и так далее. То есть она говорила, что там то денег нет, то, скорее всего, могут не получить эти деньги, то бюджет не заложили. И я для себя постоянно думаю, блин, а на кой черт Шуляк это делает? Как бы вообще не поддаются эти слова какой-то критике или не критике, потому что проверить я это, например, не могу. Но оно такое немножечко дискредитирующее. Я думаю, а зачем она это делает? А у них там оказывается вон конфликтус какой внутри. Хотя ей забрасывают там поддержку Кубракова, Наема и прочих этих всех. Но я сильно сомневаюсь. Что думаешь по этому поводу? Да действительно, заявления такие непривычно жесткие. Они нормально так тиражировались. И есть какой-то темп. То есть они появляются с определенной частотой, что позволяет предположить системность работы в этом плане. Вариантов много на самом деле. Ну, я бы поставил на то, что и были разговоры еще, наверное, год назад о том, что есть усталость, и она просто хочет свалить из этой прекрасной команды. Ну, потому что глава партии, по сути, это никаких полномочий. То есть ты как глава партии можешь только там трындить телевизор, возможно, подписывать решения там съезда, которых не проводится, и подписывать какие-нибудь решения о исключении из партии в случае, если напортачил кто-то там и кого-то там хлопнули на взятки или еще как-то. Больше у тебя реальной власти примерно никакой. То есть там условно глава фракции, как и Рахамия, тоже на сегодня в текущих условиях, когда парламент не субъектен, ну, такая себе позиция. Но это намного больше, чем глава партии. То есть возможно, она просто и хочет и положить мандат, и отдохнуть или чем-то другим заняться, поскольку многие депутаты, это правда, они чувствуют себя по сути в заложниках, и многие завтра бы этот мандат бы с удовольствием сложили, поскольку в текущей ситуации это дает больше неудобств, скажем так, чем привилегий. А они привыкли к хорошей, спокойной жизни, когда не нужно декларироваться излишне, когда там за тобой не бегает толпа журналистов, не снимают про тебя сюжеты, не пытаются тебя обвинить во всех смертных грехах, и когда тебя объективно ненавидят люди, которые находятся вокруг тебя. Просто по факту того, что ты народный депутат, не разбираясь в том, что ты сделал или нет. Ну и все, как бы вот. Конвертики тоже, вроде говорят, закончились, если они и были. Мы, конечно, не видели, не знаем, но писали в интернете, что и с этим есть вопрос. Поэтому тут, я думаю, что не исключен подобного рода вариант, типа, что она условно пойдет, я не знаю, там, к Диме Разумкову, в его депутатскую группу и будет решительно критиковать действующую власть, ну, как вариант, может быть, но, откровенно говорю, сегодня, опять же, даже, даже, там, европейская солидарность или все остальные, они ведут себя тихо и не позволяют в лоб критиковать власть. Они делают это через такие, какие-то, ну, там, через третьих лиц, через спикеров, через ломов, но сами предпочитают не идти даже в риторический конфликт, учитывая ситуацию войны там и прочего. Поэтому, ну, примерно вот так вот. То есть, ты допускаешь, да, что она может уйти в оппозицию? Так нет оппозиции на сегодняшний день. может быть, условно оппозицию такую, как, например, Разумков. Ну, может быть, да, но это с Кубраковым связывают, она со стройками связана была, она там лоббировала, насколько писали разнообразные градостроительные проекты законов, а это серьезный бизнес, один из немногих, который остается крупный, живой в Украине. Соответственно, может, они потом соберутся все и сделают какой-нибудь проект типа голоса под какие-то там западные моменты, и может быть, как следующий проект в следующую раду, у нас вот каждую раду заходит то самопомощь, то, соответственно, голос, то есть, есть у нас вот в обществе процентов 10 таких убежденных, так сказать, либералов, которые, не приходя в сознание, голосуют за Вакарчука или подобного рода вот проекты, которые так стильно, модно, молодежно, вот людям заходят. Если будет финансирование, там типа в этой нише процентов на 10, что неплохо, можно рассчитывать и иметь такую ламповую, хорошую фракцию, где свои интересы пробовать, отстаивать. Но это будет когда-то потом, поскольку, давай напомним, вот если выборы президента, про которого там пранкнули или нет польского журналиста, невозможны и нужно поменять пару законов, то выборы в парламент невозможны в силу прямого запрета Конституции, пока действует правовой режим военного положения. Когда правовой режим военного положения закончится, мы не знаем, мы знаем только то, что он как минимум до февраля продлен сегодняшним решением парламента, которое будет подписано президентом Зеленским в ближайшее время. Как думаешь, Вакарчук третий раз пойдет в Верховную Раду? Я считаю, нужно. Я тоже думаю, что, ну, потому что если ты два раза идиотский поступок сделал, то тебе не мешает делать это сколько угодно больше раз. То есть два это уже не ошибка, это уже признак системности. А мне кажется, это очень важно, чтобы я вот, даже если кто-то вот смотрит нас из тех, кто может повлиять на этот процесс, отправьте, пожалуйста, третий раз Вакарчука, потому что мы посмотрим. Поняло ли общество? Или нет? Вася, нет. Не понял. Ну, значит, будет еще чуть-чуть народным депутатом у нас. Вот. Светослав, мой голос за тебя. Я согласен. Так, так, так. Еще один момент, который появился. Дальше еще два слова про корейцев скажем. Значит, хочу твой комментарий получить о вот этой тысяче гривен. от президента Зеленского. Потому что тут появилась информация, что подать заявку на эту тысячу можно будет через ДИЮ в течение зимы. Об этом сообщил в заседании премьер-министр Украины господин Шмыкаль. Вот. Средства поступят на карту национального кэшбэка. Сделаем такую рекламу для тех, кто не понимает, как этот процесс будет происходить. Значит, потратить их можно будет в течение всего 25-го года на некоторые товары и услуги украинского производства. В частности, на коммуналку, лекарства, да и донаты на армию. Можно оформить помощь на каждого ребенка. Один родитель может заказать выплату на свой счет за каждого ребенка. Вот. О том, будет ли связь между получением или подачей заявки на помощь с требованием подтвердить обновленные данные в ТЦК, Шмыгль пока что не уточнял. Об этом говорят журналисты. Так вот, как тебе в принципе идея о том, что в течение всего 25-го года можно будет потратить эти невообразимые 25 долларов? Да я не понимаю, честно говоря, в чем... Это зачем? Ну, хороший вопрос. Я вот, ну, типа, выборов мы предполагаем, что как бы вроде не будет. Даже если будут тысячи гривен в текущих условиях, ну, как бы, это не Юлина тысяча, которая в свое время 200 баксов была. Это даже не ковидная тысяча, поскольку ну, как бы, ситуация такова, что радости столько денег, как бы, большой не вызывает. При том, что мы стоим и трусим партнеров, прося закрыть вопросы даже в сегодняшнем бюджете. И наши, там, господа депутаты, типа Гитманцева и Педласа неоднократно обращали внимание, что и финансирование военных расходов, прежде всего, зарплат, там, выплат и прочего, они находятся под угрозой, поскольку есть определенные дырки в бюджете. И тут, типа, херак, мы достаем порядка 30 миллиардов гривен, что, с одной стороны, вроде и немного по нашим меркам, а с другой стороны, и немало. Это, ну, там, плюс-минус, там, не знаю, сколько, 700 миллионов долларов, которые необходимы, в том числе, и для фронта. Были версии такие, что, типа, вот нам выдают финансирование европейцев в бюджет, с указанием, что мы не можем тратить эти деньги на, в том числе, и зарплаты военным, вот мы сейчас раздадим людям, а люди вернут нам обратно в форме донатов на вооруженные силы, и вот прокрутив вот такую вот историю, мы вроде бы как обойдем вот этот вот, этот запрет. Но сколько процентов людей, которые возьмут эту тысячу, отправят ее на вооруженные силы, ну, это же предугадать невозможно. Думаю, что многие все-таки предпочтут за квартиру заплатить, особенно если люди нуждаются, соответственно, в подобного рода сумме денег. Ну, и, собственно говоря, вот, а у западных партнеров это вызывает, ну, как минимум непонимание, мне кажется. То есть мы просим денег, и тут вот жестом широким раздаем соответственно населению просто как бы ни с того ни с сего даже такую незначительную сумму. Потому что те же, например, американцы, когда вот там и Трамп плачивал в COVID-деньги, они же платили их из эмиссии. То есть они могут напечатать и раздать. И вот эти вертолетные деньги, они как бы понимают, да, что так или иначе они же являются их источником. А мы живем с точки зрения социальной части бюджета на внешнем финансировании. И если бы это была инициатива наших дорогих партнеров, это одна ситуация, но таких новостей не было. Мы просто типа ни с того ни с сего пришли и вернее, прочитали новости, что вот, оказывается, каждый гражданин будет иметь право получить ту тысячу. Ну, то есть радикально непонятно в этой ситуации ничего. И в принципе, кстати, у нас часто многие решения, мы пытаемся иногда сову на глобус натягивать, искать логику там, где там просто за решениями иногда скрывается сугубо эмоция отдельного человека или отдельных людей. Поэтому, возможно, мы ищем черную кошку в темной комнате, при том, что ее там не существует. Нет, ее там, скорее всего, не существует. И мне кажется, что главная версия того, какая была мотивация создать этот проект, она у тебя прозвучала. Это обойти вот эту историю с попыткой продонатить эти деньги например на армию. Ну, чисто теоретически. Можно было там перечень услуг сделать, что за эту тысячу вы можете например продонатить на армию, купить камень для керлинга или заказать две тонны химиката от Кузнечика. Ну, как бы тут очевиден выбор, куда вы ее потратите. Единственное, что я не понимаю, как человек недалекий к пиару, в том числе и политическому, тысяча гривен на сегодняшний день не звучит чем-то из ряда вон выходящим. Даже приблизительно, даже для бедных категорий населения откровенно, это как бы не деньги сегодня. Если бы сделали перечень определенных категорий, например, люди только с детьми или люди только у кого именно С, ну, я сейчас утрирую, и дали по 10 тысяч, по 10 тысяч, что хотя бы было бы приблизительно какой-нибудь плохой зарплате. я тогда понимаю с этими деньгами. Здесь, ну, 25 долларов. Ну, так больше, ну, правда, то есть, я не нахожу объяснения никакого, потому что есть куча новостей, когда военных, в том числе, не увольняют после ранений, да, вот они там надрегаются в штатке, им платят по 800 гривен, и в том числе уже там есть ряд акций протеста по этому поводу. И здесь оказывается так, что ресурс был, получается, есть переселенцы, есть люди, которые утратили жилье, есть куча военных, которые не всегда вовремя получают и там группы инвалидностей и полагающиеся выплаты, но есть много других, как бы, направлений, куда мы потратить деньги можем. Мы сами говорим, кстати, что наша ВПК загружена на сегодня на порядка 15%, то есть мы можем его в разы увеличивать, но нет денег. Мы просим у партнеров. Вот нам даже партнеры 800 миллионов дадут на дроны, вроде бы как. Притом, кстати, прикол заключается в том, что они, скорее всего, будут давать, заключая напрямую контракты, то есть они не будут давать в бюджет, они сами будут искать подрядчиков и будут точечно, соответственно, сами выбрав, соответственно, отоваривать свои деньги, что также является таким обидным и пикантным моментом. 100%. Кстати, я вот здесь подумал один момент, у нас часто в комментариях, ну или не так уж часто, что вы, но замечаю, пишут, вы только ребята все критикуете, ни хера сами не предлагаете, вот такие вы, чертовы журналисты, говно вы, а не люди. Во-первых, журналисты, я, кстати, хотел сразу на него ответить, не должны особо предлагать, если мы начнем предлагать политические решения выхода из ситуации, мы станем политиками и не журналистами, это как берез, но с другой стороны, я решил предложить, если вдруг нас посмотрит какой-нибудь человек, который хоть как-то может принимать решения относительно, ну подобные вот этой тысячи, я вам подскажу, что можно было бы сделать, можно было бы взять определенную категорию населения, например, внутри перемещенные особы, у которых есть самая большая в жизни проблема на сегодняшний день, это жилье, и для того, чтобы не отдать людям эти деньги, чтобы там, не дай бог, кто-то из них, вдруг человек, скажем так, безответственный, пьющий или еще какой-то, не потратил на плохие штуки, можно было бы эти деньги им выдать в качестве кредита, которые они могут пустить, например, в оплату своего месячного жилья, ну чисто теоретически, но с одним условием, что контракт на аренду этого жилья должен быть у вас официально закреплен с арендодателем, но в итоге вы какую-то хотя бы часть людей, которые сдают квартиры, вытащите в легальное русло получения заработка от аренды, и они даже, может, три копейки налога за это заплатят, во-вторых, поможете внутреперемещенным особам, блядь, ну это же надо думать. Ну там, кстати, вот часто я в комментариях смотрю, есть версия, что, мол, это перепись населения, ну это такая глупая идея, на самом деле, есть намного более карты, да, вот именно, кто возьмет, кто не возьмет, кто из-за границы через Дию шлетнет ту карточку и отправит бабушке за коммуналку, ну то есть, нет, это неправильный путь, и точно так же, кстати, как по вопросу мобилизации, тоже, никто там не будет за ту тысячу, потом, то есть, не придет дядя военком, не будет раздавать сам из рук в руки эти деньги, подспудно выписывая повестку, поэтому тут какая-то, какая-то другая версия, наверное, реально, мы что-то не знаем, а крайняя новость на сегодня, Ген, делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке войск НДР в Российскую Федерацию, обсудить меры сотрудничества по этому поводу, заявляет об этом президент, Юн Сок Йоль, я надеюсь, я правильно прочитал имя, фамилию, нигде не пошел дождь, передает об этом издание Рюнхэп, значит, что приводится, цитата, ситуация складывается серьезная, поскольку фактически развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, нежели ожидалось, то есть, вот, у нас есть новость, значит, что мы получаем делегацию, которая к нам приедет, и они чем-то с нами поделятся. И теперь, вот, все заключается в одном вопросе. Что может ценного для нас дать южнокорейская делегация? Поставки вооружения, свой контингент противодействия южнокорейским этим, значит, как их, воинам-интернационалистам или как их можно назвать, я не знаю. Теперь... Еще надо их найти там, где они будут. Но они прямо заявляют, что будет речь идти про данные разведки. Они про Северную Корею там всех на свете информируют. Иногда с перебором, сильно сгущая краски. Ну, это тоже в их интересах. Ну, вот южная корейца... Ну, это понятно. Они же... Ну, у них серьезный военно-промышленный комплекс. Но то, что они будут напрямую поставлять нам оружие, я, честно говоря, сомневаюсь, поскольку справедливости ради на американские деньги они уже поставляли. То есть, у них покупали соответственно и снаряды 155-миллиметровые, и ряд других образцов вооружения у них там нормально все законтрактовано. В частности, Польша у них танки заказала, САУ заказала и так далее. То есть, просто снять у себя из-под Сеула свои части и отдать их в Украину, ну, я, честно говоря, большого интереса для них не вижу в этом смысле. Это, ну, какого-то рода такого политико-сдерживания, поскольку южные корейцы неприятно удивились тому, что в июне этого года РФ и КНДР подписали договор, где прямые военные гарантии в прямо жесткой формулировке про применение, в частности, вооруженных сил типа в полный рост. Это не устав даже НАТО, где там примут меры, которые сочтут необходимыми, а там прямо типа в случае нападения вторая сторона вступает. Вот, собственно говоря, они находятся вот в такой обеспокоенности, но при этом, думаю, что они не сильно хотят тоже лишних дровишек подбрасывать, не провоцируя войну у себя. Но поскольку там, опять же, по военным планам там как бы Сеул пропадает с лица земли дня за три, учитывая близкость границы, количество ствольной артиллерии, ну, и, соответственно, войск северных корейцев. Там же, блин, 20 миллионов людей плюс-минус. По данным в Южной Корее 25 миллиардов долларов ВВП, ну, что, наверное, занижено, но тем не менее. Там, например, у Лусенбурга 80, например, ну, так вот, в сравнении. И у Северной Кореи мобилизационный потенциал там еще 3-4 миллиона плюс к миллионной действующей армии. Ну, это, скажем так, вот серьезный потенциал. Это, наверное, больше, чем если со всех государств Европейского Союза взять сухопутные контингенты и вместе сложить. Поэтому это серьезная военная сила и, как бы, ну, посмотрим, они же не воевали 70 лет, посмотрим, что они там могут физически на поле боя нам непонятно, но это фактор, по крайней мере, который нервирует примерно всех, начиная от американцев, заканчивая южнокорейцами, ну, и плюс, безусловно, Европейский Союз тоже на это смотрит с такой, ну, скажем так, обеспокоенностью. И я подозреваю, что они там могут явно не меньше, чем какие-то обычные граждане Российской Федерации, которых там ловили поперыву и отправляли в учебки, где-то приблизительно такая же минимум может быть ситуация. Тут суть в другом как бы заключается. Ну, хорошо, разведданными, разведданными поделились и тому подобное. А вот дальше действия какие? Потому что, ну, ну, прикольно. Вон, Эль Паис, сейчас выдала новость о том, что Украина, наверное, впервые могла поразить артиллерийским ударом какое-то здание, где находились северокорейцы на территории Российской Федерации. Ну, тогда могла, то есть, понимаешь, а могла не поразить, как бы, ну, вот такие мы Эль Паис, у нас вот такое вот настроение сегодня. Слушай, никто же четко, то есть, все сообщения обтекаемы. Кого они отправили? Они отправили инженерные войска, они отправили спецназ, они отправили саперов, они отправили, ну, нихрена непонятно, и все пытаются сделать выводы. Мы-то понятно, на что рассчитываем. Корейцы дайте нам оружие, может быть, даже приблизить свои войска, ну и прочее. Но вероятность того, что это случится, она как бы крайне низкая. Тут еще и вопрос, в чьих интересах это сделано, если это сделано. Может, вообще, товарищ Ким Чин Ын попросил Путина, типа, а можно я у тебя тут чуть-чуть... Заработаю денег. И подсоблю, и денег заработаю, и, соответственно, пишут, что за прошлый год 5 ярдов долларов доход от торговли, соответственно, боеприпасами и прочими вещами. Если верить южнокорейской статистике, то это так, ни много, ни мало, 20% ВВП Северной Кореи, что много. Поэтому им выгодно, и плюс, возможно, проверить боеспособность своих вооруженных сил. Я этого не исключаю. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда у нас как оружие испытывается, так уже испытывают. Просто подумать еще 5 лет назад, представь, что, елки-палки, на Киев летят иранские дроны, летят корейские баллистические ракеты, возможно, на севере Украины появится контингент северокорейцев. Тебя уже дурку забрали бы как бы, наверное, после этих, после баллистических ракет корейских, если бы ты начал это рассказывать. А это все наша реальность, к сожалению. И, в принципе, как бы мы, возможно, что еще далеко не в конце пути. В конце каждого выпуска позитивная новость. Говори. Сегодня праздник, сегодня 20 лет, 20-е годовщина. Коронация Его Величества на роддом Сиамони, король Камбоджи. Почему Камбоджа? Там тепло и море есть. Хорошо. Вот такие позитивные у нас новости. А поздравляю всех, присоединяюсь, кто сегодня празднует этот замечательный праздник. Вот. Меня с Камбоджи объединяет только то, что однажды мне привезли оттуда кофе с шоколадным привкусом. А у меня флаг есть, надо было повесить. Это максимум, что я знаю об этой замечательной стране. Ребят, вам всем спасибо большое за то, что этот час вы были вместе с нами. Благодарим Геннадия за то, что он уделил нам время. Мне кажется, хороший динамичный выпуск получился. Если вы считаете точно так же, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Нам будет очень приятно это почитать. Не забываем лайк. Не забываем подписываться на социальные сети легистов внизу здесь под видео. Ну и если вдруг вам понравилось то, чем мы занимаемся, там внизу есть реквизиты, по которым можно нам помочь стать лучше технологически и более независим от всяких технических негараздов каналов. Все пускаем в развитие. Будем благодарны. Ген, спасибо большое за уделенное время. Ребята, берегите себя. Пока.